Девушки отдыхают 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 но обойти эту историю невозможно потому что как выяснилось атила и собственно его время время больших перемен время такого исторического переселения народов целая эпоха он внес формирование народов карты государств европейского и азиатского просто колоссальные в том числе он конечно имеет и гумно вообще имеет отношение к формированию этносов и народностей всего положения ну тут конечно напрашивается прямая аналогия с временем насколько хотела аду и тиль это все на наши реки волги ну исторически мы не знаем где он родился и на самом деле откуда он происходил факт мы такими не располагаем с того момента как мы нашли композитора андрея петровича галкина это был такой я считаю счастливый случай который собственно говоря и позволил создать нам этот спектакль поскольку в основе спектакль все-таки лежит музыка она самая главная основополагающая линия всего произведения с того момента конечно сама идея или бретта спектакля зажила какой-то своей совершенно самостоятельной жизнью начало взрослеть от него начало отпадать все лишнее оставались только какие-то прямые очень четкие линии появлялись какие-то дополнительные персонажи и исчезали какие-то персонажи все это медленно и очень трудно обрастало мясом и превратилось в полноценный спектакль ну балет это очень специфический вид сценического искусства и музыка должна вернее не должна служить неким фоном для балета должна нести в себе определенную драматургию при этом сохраняя какую-то музыкальную структуру поэтому в некоторых случаях у нас был тяжелый музыкальный материал но потерявший свои драматичности колорита темпа и драматургии что в первую очередь для меня важно поэтому вот когда уже музыка была почти до конца написано тогда и сформировался образ этого спектакля конечно очень важно оформление спектакля его костюмы свет собственно говоря это мир и которые созданы художником со авторстве со мной и в которые мы должны погрузить и затянуть зрителя этим и отличается театр от всего остального это очень условное искусство но каждый кто пришел в зрительный зал он должен поверить в реальность происходящего на сцене миров в этом спектакле очень много это и мир всеобъемлющий и вечный мир реки времени реки которая течет независимо от нас смывая или оставляя в памяти имена героев имена людей наших близких и очень далеких людей это мир абсолютно реальный римской империи восточной это абсолютно реальный мир гунов сможет быть с какими-то мифологическими персонажами это мир смерти с ларариями которые олицетворяют собой упадок и самые низы рима некие стервятники смерти это мир войны который никому не приносит радости и победителю непобежденным в результате и очень символично что в нашем спектакле нет противника в этой войне есть просто война противник очень условный всегда это тяжелое бремя для для народа и для тех кто победил и вел на войну и и для самого нашего главного персонажа это тяжелое бремя я думаю он тяготился тем что происходило в эти моменты хотя одерживал и победы были и поражение все было в этой истории вот эти миры нам удалось создать я думаю с помощью эти вас еще федорова и они получились очень разными конечно колоссальную лепту на этом этапе внес наш художественный руководитель и дирижер-постановщик серия печки из потому что эту музыку нужно было облагородить найти линии музыкальные которые оркестры должны выделить и исполнить ну и просто в конце концов сыграть и грамотно за что я не очень признателен в конце концов мы делаем абсолютно одно дело и только когда оркестр сохраняет главные линии и драматургии музыки тогда и балет там все совершенно по-другому тогда и актерам легче и интереснее работать и возможно это каждый раз будет по-новому но все равно это будет каждый раз как пример каждый раз как какой-то новый спектакль какие-то новые краски очень интересно было работать и конечно с исполнителями главных партий тут все-таки присутствует некоторый момент сотворчества может быть те главные персонажи которых я задумал самом начале они видоизменились с появлением исполнителей актеров на эти роли но они остались все равно в этом ключе и стали только лучше потому что когда для актера этот хореографический текст положены на музыку становится своим то партия звучит ярче интереснее много грани есть такая магия музыки которая еще на который еще ничего не ставилось сначала принять потом поверите только потом понять и только уже после этого увидеть как она оживает в движении и должен сказать что процесс очень сложно иногда болезнен но когда она вдруг оживает и превращается в реальных персонажей и актеров это колоссальное удовольствие да вообще проходить через трудности постановки это колоссальное удовольствие когда решаешь одну проблему за другой конечно не все возможное удалось решить в этом спектакле но спектакль вообще был испытанием для наших труппы так скажем для нашей в первую очередь малочисленные трупы если бы нас было может быть больше нам это было бы легче но так я считаю я горжусь тем что тупо это выдержало что мы его осилили и показали максимальном исполнении то есть у нас все до одного на сцене осталось только мне туда выскочить в этом спектакле к примеру у дмитрия полякова это такая первую полномасштабную роль которая идет от начала до конца спектакль который он целиком ведет вся основная линия лежит на нем и он с большим энтузиазмом взялся за этот спектакль должен сказать правда где-то в процессе постановочном он понял что это будет очень тяжело но бился до последнего бился до последнего и результатом на лицо конечно для молодых специалистов вообще современная хореография это поле на котором можно попробовать все что угодно когда они попадают в классические спектакли это очень серьезные рамки и большая ответственность всегда это тяготит всегда это заставляет перенапрягаться может быть делать какие-то совершенно несвойственные ошибки этому человеку а современные спектакли это возможность проявить себя совершенно с другой стороны не думать а возможно даже какой-то чистоте исполнения поскольку здесь все-таки главным является диалог со зрителем и драматургия спектакля и драматургия спектакля поэтому Диме было конечно очень интересно я однократно об этом говорил были и сложности но мы со всем этим справились есть партии которые просто замечательно легли на уже опытных артистов это и Анна Серегина которая исполнила две партии в этом спектакле они связаны некой линией драматургической партию Галлы Плацидии императрицы и принцессы Индики идеально легла на нее эта хореография и эти образы это Анастасия Абрамова для которой основополагающая такая всеобъемлющая партия Адл Реки Времени оказалась просто стопроцентным попаданием в образ Алексея Рюмин который исполнил партию Аэция римского полководца тоже стопроцентное попадание абсолютно выразительность максимальная тут мне наоборот приходилось возможно даже немножко притормаживать актера чтобы не делать ничего лишнего все это было не на 100 и не 150 а на 200 процентов в том числе в том числе это и и в том числе они будут Очень много в истории людей, которые совершили какие-то невероятные поступки, которые завоевали и разрушили какие-то города, которые перекроили целые империи. Но очень мало из этих персонажей превращается в легенду Игуев. Мы говорим о том, что он перешел из мира реального в мир мифологический, в мир реки времени. Спектакль очень четко делится на две такие линии. Это абсолютно исторические реальные события, которые происходят в Риме, у гунов, на войне, опять у гунов. И на события, которые происходят в мире мифов, где царствует река времени, Адл, где она встречается с Атилой на протяжении всей его жизни. Откуда он, собственно говоря, и появляется, рождается как герой. И куда он как герой и уходит. И остается с нами до конца, до нынешних дней. Есть еще небольшая такая линия поучительного характера. Начинаем мы все-таки эту историю с рассказов старца Тура, молодым князьям разных народов, которые спорят и ссорятся за право быть первым. И заканчиваем мы ее тоже старцем Турой, который говорит нам, что если бы мы были едины, так как были едины при Атиле, мы бы были непобедимы. Поэтому в самом конце Атила берет свой меч, и все его воины выходят опять на сцену. Мораль в том, что только вместе мы сила. По отдельности мы никто. Мораль в том, что и ссорятся за право быть первым. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok